Представьте себе оружие, которое не использует пули, снаряды или ракеты. Оружие, которое поражает цель со скоростью света невидимо для глаза и практически бесконечно в своих выстрелах. Оружие, от которого невозможно укрыться, которое уничтожает вражеские дроны, ракеты и самолеты в долю секунды. Это не фантастика, это реальность, созданная в секретных лабораториях США. И все это за какие-то 10 миллионов долларов. Американские военные уже проводят испытания боевых лазеров, которые могут полностью изменить правила современной войны. Китай и Россия, которые стремительно наращивают свои арсеналы беспилотников и гиперзвуковых ракет, вдруг оказались перед неожиданной угрозой. Лазерные системы США делают их технологии устаревшими еще до того, как они успеют их применить. Слухи о новых лазерных комплексах начали просачиваться в прессу. Но официальные лица молчат. Почему? Потому что ставки слишком высоки. Эти лазеры способны превратить традиционные системы вооружений в бесполезный металлолом. 10 миллионов долларов – это смешная цена за оружие, способное уничтожать миллионы долларов вражеской техники за секунды. Но что это за лазер? Как он работает? Где его уже применяют? И почему эта технология настолько опасна, что Москва и Пекин уже лихорадочно ищут способы противодействия? Попробуем разобраться прямо сейчас. Технология лазерного оружия – это не просто очередная военная разработка, а настоящая революция. Долгие годы лазеры считались оружием будущего, недоступным для реального боя. Но внезапно США сделали огромный технологический скачок, который они предпочитают не афишировать. Десятки прототипов, тайные испытания, сверхсекретные программы Пентагона – лазерные комплексы стали оружием, которое уже работает на практике. ВМС США, ВВС и армия уже тестируют его в боевых условиях, причем с потрясающими результатами. Враги Америки могут даже не подозревать, что в этот момент на них уже нацелены невидимые смертоносные лучи. Но почему эти разработки засекречены? Что именно скрывают военные? Возможно, технологии лазеров достигли такого уровня, что любая утечка сведений может дать противникам шанс разработать защиту. Или, быть может, лазеры уже используют не только для защиты, но и для тайных наступательных операций. Чтобы понять масштаб лазерной гонки вооружений, нужно сначала понять принцип действия этого оружия. Секрет лазерного оружия. В его невероятной точности и скорости. Если обычные системы противовоздушной обороны должны рассчитывать траекторию полета цели, наводиться и запускать ракеты-перехватчики, то лазер действует мгновенно. Это делает его идеальным оружием против современных угроз – дронов и ракет. Испытания показывают, что лазер может сбить беспилотник в считанные секунды. Нет взрывов, нет дыма, просто небольшой огненный след в воздухе, и цель уничтожена. А самое главное – лазерные установки могут вести непрерывный огонь, не требуя пополнения боезапаса. Но что насчет защиты от более серьезных угроз – гиперзвуковых ракет, баллистических снарядов и самолетов противника? Способны ли эти системы перехватывать такие сложные цели? Одним из первых ответов на этот вызов стал автономный лазерный комплекс под названием «Валькирия». Представьте себе оружие, которое не только уничтожает цели со скоростью света, но и принимает решения без участия человека. Одна из самых продвинутых лазерных систем США. Эта автономная установка создана для уничтожения беспилотников, ракет и даже небольших летательных аппаратов противника. Но что делает ее по-настоящему революционной? Главная особенность «Валькирии» – автономность. Если раньше системы ПВО требовали присутствия оператора, который определял угрозу и принимал решения об уничтожении, то теперь все эти процессы выполняет искусственный интеллект. Встроенные алгоритмы мгновенно анализируют траекторию цели, ее скорость, направление и потенциальную угрозу. Как только цель определяется как вражеская, лазер поражает ее буквально за долю секунды. Но это не просто система «наведи и стреляй». «Валькирия» использует мощный энергетический лазер, способный нагревать корпус беспилотников или ракет до критической температуры, в результате чего они либо взрываются, либо теряют управление и падают. Более того, этот лазер не оставляет после себя никаких осколков или детонации, что делает его чистым и бесшумным оружием. Испытания показывают, что «Валькирия» может работать длительное время без перезарядки, используя электрическую энергию. В отличие от обычных систем ПВО, которые требуют постоянного пополнения боезапаса, лазерная установка может работать сколько угодно долго, пока у нее есть источник питания. Это означает, что в условиях затяжного боя она способна уничтожать десятки или даже сотни дронов, не тратя на это дорогостоящие ракеты. Разработка этой технологии не просто шаг в будущее, а кардинальное изменение самой концепции противовоздушной обороны. С появлением «Валькирии» традиционные методы атаки с использованием роя дронов или крылатых ракет теряют смысл. Теперь США могут защищать авианосцы, военные базы и стратегические объекты без необходимости расходовать миллионы долларов на перехватчики и зенитные ракеты. Но если «Валькирия» — это система защиты стационарных объектов, что делать мобильным войскам? Как обеспечить армию лазерной защитой на передовой? Ответ на этот вопрос дает новая революционная платформа — DMShorad. Пока стационарные лазерные системы защищают авианосцы и военные базы, мобильные подразделения армии остаются уязвимыми перед атаками беспилотников и высокоскоростных ракет. Боевые колонны и бронетехника слишком часто становятся мишенями для ударных дронов-камикадзе, которые могут появиться буквально из ниоткуда. И вот здесь на сцену выходит DMShorad — первая мобильная лазерная установка США, разработанная специально для защиты наземных войск. Этот лазерный комплекс установлен на бронемашинах Striker, что делает его полностью мобильным. Он может сопровождать военные колонны, защищая их от атак в реальном времени. В отличие от обычных систем ПВО, которые требуют расчета наводки и запуска ракеты, лазерная установка DMShorad сразу же атакует любую выявленную цель. Это означает, что даже если на отряд направят целый рой дронов, они будут уничтожены еще до того, как смогут нанести удар. В ходе испытаний система продемонстрировала стопроцентную точность поражения дронов, летящих на разных высотах и скоростях. Более того, этот лазер может перехватывать ракеты малого радиуса действия, сжигая их на подлете. Это особенно важно в условиях современной войны, где небольшие управляемые ракеты стали серьезной угрозой даже для тяжелой бронетехники. Главное преимущество DMShorad — полная независимость от боезапаса. Обычные системы ПВО могут быстро израсходовать свои ракеты и стать бесполезными. Лазер же требует только электричества, что позволяет ему работать бесконечно долго. Если раньше уничтожение вражеских дронов стоило армии тысячи или даже миллионы долларов за каждую выпущенную ракету, то теперь стоимость выстрела равна нескольким центам, ведь он потребляет лишь электроэнергию. Эта мобильная лазерная система уже активно тестируется в армии США и готовится к масштабному развертыванию. Если DMShorad войдет в массовое производство, это полностью изменит тактику ведения боя. Противнику больше не удастся просто завалить американские подразделения роем дронов или шквалом малых ракет. Лазер будет уничтожать их в режиме реального времени. Но если американцы смогли установить боевые лазеры на наземные машины, почему бы не оснастить ими военные корабли? Оказывается, этот шаг уже давно сделан, и лазеры уже стоят на флоте США. Что это за оружие и насколько оно эффективно? Это мы узнаем дальше. Кстати, когда речь заходит о передовых технологиях, американцы всегда действуют с полной уверенностью. Но вот в жизни далеко не всегда все идет по плану. Например, вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на сумму более 21 миллиона долларов для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вопросы. Ссылка в описании. Представьте себе боевой корабль, который может уничтожать приближающиеся угрозы без единого выстрела. Нет пушек, нет ракет, только невидимый лазерный луч, который испепеляет цель мгновенно. Именно так работает LAWS – Laser Weapon System. Лазерное оружие, которое уже стоит на кораблях ВМС США. Этот боевой лазер был установлен на американском десантном корабле USS Pons еще несколько лет назад и с тех пор доказал свою эффективность. Военные провели сотни испытаний, демонстрируя, как LAWS сбивает беспилотники, уничтожает надводные цели и даже может ослеплять датчики врага. Уникальность этой системы заключается в ее полной бесшумности. Противник даже не поймет, что его атакуют, пока не станет слишком поздно. Главный принцип работы – наведение сфокусированного луча на цель с невероятной точностью. В отличие от обычных ракет, которым требуется время на запуск и перехват, лазер поражает цель моментально. Это дает кораблю огромные тактические преимущества, особенно при защите от роев дронов или крылатых ракет, летящих на низких высотах. Но самое важное – это экономическая выгода. Обычная ракета-перехватчик стоит сотни тысяч долларов, а один залп лазера – буквально несколько центов. Это позволяет кораблям США защищаться неограниченно долго, не беспокоясь о запасе боеприпасов. Сегодня лава «Дадюэс» продолжает совершенствоваться. Американские военные рассматривают возможность установки более мощных лазеров на эсминцы и авианосцы, чтобы создать полностью лазерный флот. Но если корабли уже могут стрелять лазерами, то что насчет боевой авиации? Могут ли США создать летающий лазерный перехватчик? Когда речь заходит о лазерах, люди обычно представляют себе что-то стационарное – оружие, установленное на корабле или бронемашине. Но представьте себе самолет, вооруженный мощнейшим лазером, способным уничтожать ракеты в воздухе. Именно этим проектом занималась компания Boeing, создавая YAL-1 – один из самых амбициозных лазерных проектов в истории. Эта система представляла собой огромный химический лазер, установленный на борту Boeing 747. Его задача – уничтожение баллистических ракет сразу после их запуска. Теоретически, YAL-1 мог бы перехватывать ракеты на дальних подступах, не давая им набрать скорость и выйти на боевую траекторию. Это означало бы конец эры ядерных атак, так как стратегическое оружие можно было бы сбивать еще в момент старта. Но у проекта были проблемы. Химический лазер требовал огромного количества токсичных реагентов, а дальность его стрельбы оставалась ограниченной. К тому же самолет должен был приближаться к вражеской территории, чтобы эффективно перехватывать ракеты, что делало его уязвимым для ПВО. В результате проект был закрыт, а самолет разобрали. Однако саму идею воздушного лазера никто не отменял. Сегодня уже разрабатываются новые технологии, позволяющие разместить энергетические лазеры на истребителях и беспилотниках. Это может привести к созданию нового поколения боевых самолетов, способных сбивать ракеты и дроны буквально на лету. Но пока летающие лазеры – это дело будущего, есть система, которая уже развернута и активно используется в обороне. Это мощнейшая лазерная установка, которая меняет правила игры для всего флота США. Когда речь идет о защите военных кораблей от атак, главным вызовом всегда были противокорабельные ракеты и беспилотные лодки-камикадзе. Эти угрозы могут появляться внезапно, и если система ПРО не успеет среагировать, корабль может быть уничтожен. Именно поэтому была создана система «Хелиос» – боевой лазер, способный уничтожать ракеты и дроны в долю секунды. «Хелиос» разрабатывался как логическое продолжение «ЛАОВ-ОЭС», но с существенным увеличением мощности. Если «ЛАОВ-ОЭС» использовал лазер мощностью около 30 кВт, то «Хелиос» выдает более 100 кВт, что делает его намного эффективнее в поражении сложных целей. Это уже не просто лазер для сбивания небольших дронов. Он способен поражать крупные ракеты и даже малые катера. Корабли, оснащенные «Хелиос», теперь могут перехватывать атаки без расхода боезапаса. Это означает, что американские эсминцы получают практически неуязвимую защиту, способную перехватывать вражеские ракеты без пределов по числу выстрелов. Более того, система «Хелиос» интегрирована с радарными комплексами «Эджис», что позволяет ей работать вместе с традиционными средствами ПВО. Это создает многоуровневую защиту, где лазеры перехватывают самые быстрые и опасные цели, а ракеты используются против более сложных угроз. Флот США уже разворачивает первые корабли с «Хелиос», и если испытания окажутся успешными, это станет новой эпохой в морской войне. Но главный вопрос остается, смогут ли лазеры перехватывать гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковые ракеты считаются главным оружием будущего. Они летят быстрее 5000 миль в час, маневрируют в атмосфере и могут избегать традиционных систем ПВО. США, Китай и Россия активно разрабатывают такие ракеты, и многие эксперты считали, что против них нет защиты. Но что если ответ уже найден? Боевые лазеры обещают стать главным противоядием против гиперзвуковых угроз. В отличие от ракет-перехватчиков, которым нужно время, чтобы догнать цель, лазер поражает ее мгновенно. Скорость света не оставляет гиперзвуковой ракете шанса. Но есть серьезные проблемы, которые пока не решены. Первая – мощность. Для уничтожения гиперзвуковой ракеты лазеру нужно очень быстро испарить ее корпус или вывести из строя системы управления. Обычные лазеры, такие как LAYWS или HELIOS, пока не обладают достаточной энергией, чтобы пробить защищенные корпуса таких ракет. Вторая проблема – атмосферные условия. Гиперзвуковые ракеты часто летят на больших высотах, где воздух разрежен, а лазерные лучи могут терять эффективность. Кроме того, облачность, турбулентность и даже влажность могут снижать точность поражения. Тем не менее, Пентагон уже активно работает над созданием мегаваттных лазерных установок, которые смогут перехватывать гиперзвуковые цели. Некоторые источники утверждают, что в течение следующего десятилетия США развернут лазеры, способные сбивать любые гиперзвуковые ракеты еще на начальном этапе их полета. Если эта технология будет реализована, стратегический баланс сил в мире полностью изменится. Россия и Китай делают ставку на гиперзвуковое оружие, но если США смогут сбивать такие ракеты лазером, вся их угроза исчезнет. Именно поэтому эти страны уже пытаются найти способы противодействия лазерному оружию. Но почему именно Китай и Россия особенно обеспокоены? Что в лазерном оружии США вызывает у них настоящий страх? На первый взгляд, лазерное оружие – это просто еще одна новая технология. Но если присмотреться внимательнее, становится понятно – США делают ставку на лазеры не просто так. Они хотят создать систему защиты, которая сделает бессмысленными все ядерные, ракетные и беспилотные атаки противника. Если лазеры смогут гарантированно уничтожать ракеты, беспилотники и самолеты противника, это поставит Россию и Китай в крайне невыгодное положение. Сейчас обе эти страны активно наращивают свой ракетный арсенал, надеясь, что в случае конфликта смогут завалить США массированными ударами. Но лазерная система защиты делает этот сценарий невозможным. Россия, например, уже потратила миллиарды долларов на разработку гиперзвуковых ракет «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Но если США создадут лазерную ПРО, все эти проекты могут стать бесполезными. Никакая скорость не спасет ракеты, если лазер уничтожит их на старте. Китай также сильно зависит от роев беспилотников и крылатых ракет, которые должны наносить удары по американским базам и авианосцам. Но лазеры США уже сейчас сбивают дроны на испытаниях. Если эта технология будет массово развернута, Китаю придется искать совершенно новые тактики ведения войны. Есть еще один важный момент. Лазерное оружие невозможно скопировать так же легко, как обычные ракеты. Оно требует совершенно новых технологий в области энергетики, охлаждения и точного наведения, которые есть только у США. Это означает, что Россия и Китай могут отставать в этой гонке минимум на десятилетия. Но если лазерное оружие так эффективно, как США планируют его развивать дальше, будут ли лазеры устанавливаться на танках, истребителях и даже космических спутниках? Лазерное оружие, которое сейчас кажется чем-то футуристическим, через несколько лет может стать стандартом для всех видов вооруженных сил США. Уже сейчас Пентагон рассматривает возможность оснащения боевых танков, истребителей и даже беспилотников мощными лазерными установками. Одним из перспективных направлений является установка лазеров на наземные боевые машины. Танки будущего могут получить лазерные модули, способные уничтожать дроны и ракеты противника прямо на поле боя. Это сделает их практически неуязвимыми для авиации и управляемых снарядов. Еще более амбициозный проект — лазерные истребители. ВС США уже тестирует возможность установки компактных лазеров на F-35 и будущие поколения боевых самолетов. Если эта технология будет реализована, самолеты смогут сбивать вражеские ракеты прямо в воздухе, что сделает их почти не сбиваемыми. Но, возможно, самое интересное направление — космические лазеры. США активно работают над размещением боевых лазеров на орбитальных спутниках, которые смогут сбивать ракеты еще в момент их запуска. Это будет означать абсолютное доминирование в стратегической войне. Никакие ядерные удары противников не смогут достичь американской территории. Если все эти планы воплотятся в жизнь, лазеры изменят саму концепцию войны. Будущее уже наступает, но есть один вопрос — какие секретные разработки ведутся прямо сейчас? И что скрывает Пентагон от остального мира? Официально США говорят только о тех лазерных системах, которые уже проходят испытания или находятся на вооружении. Но многие эксперты уверены, что в закрытых лабораториях разрабатываются технологии, о которых мы пока даже не догадываемся. Есть сведения, что Пентагон тестирует сверхмощные лазеры, работающие в мегаваттном диапазоне, которые могут уничтожать крупные баллистические ракеты и самолеты на огромных дистанциях. Такие установки способны превратить любой истребитель, дрон или ракету в бесполезный кусок металла еще до того, как они достигнут своей цели. Также ходят слухи о плазменных лазерах, которые могут не только перехватывать цели, но и выжигать электронику врага на расстоянии. Это оружие способно выключить целый вражеский город, оставив его без связи, управления и защиты. США никогда не раскрывают все свои военные секреты, но одно ясно уже сейчас. Лазеры меняют правила войны, и мир уже никогда не будет прежним.